здравствуйте дорогие друзья я очень рада вас приветствовать в своей группе группе по вязанию у нас с вами привет четверговый эфир прямой так клякса уходи иди моя радость иди иди давайте простите сейчас унесу кошку чтоб не прыгала на а то у нас лапка немножко побаливает здравствуйте всем здравствуйте всех очень рада видеть проходите присоединяйтесь сейчас второй гаджет настрою чтобы читать ваши комментарии видеть их на это этот джемпер ирина света клокова гулять гулять нет свет гулять до понедельника точно нет наверное до среды дел вот столько ничего не успеваю и вообще не паникую конечно все нормально это знаете как я сейчас секундочку поставлю сегодня размышляла на эту тему на работе с девчонками обсуждала эту тему в общем думаю так есть люди которые они такие организованные у них все по правилам у них все вовремя а у них все шаг за шагом все распланировано все в общем ну скучно скучно нет я не не критикую таких людей я наверное где-то в глубине души очень рада что такие есть но я так жить не могу у меня все в бешеном ритме и не то что наслаивается все друг на дружку нет а просто я сама себе наверное придумываю лишние задачи порой не очень нужные ну вот да и поэтому все вот вот так вот так вот и все очень быстро здравствуйте здравствуйте дорогие друзья присоединяйтесь о чем сегодня будем разговаривать ирина химия вижу привет ирина чумакова здравствуйте татьяна ерчева добрый день ларина елена цвета клокова привет моя дорогая а не это моя дорогая мы картошку еще не выкопали гулять пойдем говорю не раньше чем во вторник ирина химия спрашивает оля этот джемпер да про этот джемпер мы сегодня про него поговорим если вдруг забуду напомните мне я приобрела вязанный джемпер вязанный красивого зеленого цвета все посмеялись ну кто со мной давно тот в теме и черный сейчас очень смеется виктория нежинская привет всем ольга ващи лолечка и всем девочкам привет из казахстана галина саксонова здравствуйте ирина архипова надежда подойницы на здравствуйте из янау город губинский надежда к нам пришла здорово ирина химия ну что ж так то у меня все по полочкам и мне это нравится не ирин я про то что есть две разные категории людей есть люди у которых все по полочкам все поэтому по плану все все в общем вот так вот по серьезному да я наверное просто никогда так не жила поэтому вот а у меня а есть люди у которых все по бешеному вот это я немножечко люди сюрпризы вот так что не 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 я же не обижаю мы все разные это прикольно вика новикова всем всем вязалочкам рукодельницам хорошего вечера ольга салтыкова добрый вечер привет из тульской области оксана якимова всем привет из кузбасса я с вами вк на youtube вас нету прямого эфира на ю тубе нет уже давно и не будет потому что youtube прямой эфир не пускает я пробовала вы и ах не получается поэтому все прямые эфиры идут только в контакте мои дорогие друзья еще раз вас предупреждаю если вы меня сейчас смотрите в ю тубе то это запись эфира некоторые девочки не понимают думают что они смотрят в прямом эфире задают мне вопросы на которые я не могу ответить потому что не понимаю о чем идет речь спустя день или два в общем сегодня 5 сентября время 6 часов по московскому времени сверьте часы и поймите на прямом эфире вы или нет вот так на youtube я есть но на ю тубе нет прямого эфира наталья харитонов ольга девочки добрый вечер ольга некрас воля здравствуйте сейчас буду вывязывать рассеянные выточки как я рада что попала на вас спасибо большое татьяна шахмат воленькой все девочки добрый вечер и всем приятного общения татьяна спасибо большое ольга воронина всем привет из барнаула привет привет девчонки привет так ну все мы вроде бы все сообщения прочитали мне тут звонок поступает поэтому прошу прощения но вроде бы мы пока не сбились с вами ну все все приветы закончились все вопросы закончились поэтому пишите пишите мои дорогие пишите так что у меня нового у меня нового пришла мне пряжа новая в общем помните да я вам говорила со с девчонки что будем делать будем делать девочки уже вовсю ждут пола воротник как мы будем вязать девочки все будет ждите у меня пока еще не отвязано вот у меня видите мужское изделие да вот она так прошу прощения девочки я наверное срочно кому-то нужно так вот и здесь будет вырез пола но я не хватает пряжа у меня вот эта пряжа в 5 нитей была смотана смотку эту мне подарили поэтому это не моя привет из ногинска пишет марина кузнецова привет привет вот и мне нужен был такой цвет этот цвет называется тауб цвет смотрится я подальше вам покажу чтобы он вам был вот вот такой вот цвет вот цвет тауб это наверное загноборуфа стопроцентный миренос у меня была остаток был небольшой в пять нитей и я на работе замучила своих девчонок на девчонок коллег и мы эту бабе моточек этот небольшой размотали на пять нитей три перерыва то есть практически три часа нам понадобилось чтобы вот это все из пяти нитей превратить в отдельные клубочки я думаю что теперь меня мои коллеги немножечко где-то ненавидят в душе потому что это было очень тяжело и сложно но мы справились сначала вообще все это была путаница потом мы нашли какую-то тактику и все быстренько быстренько сделали ну мы же инженеры да так теперь что я сделала я вот размотала на пять моточков оставшуюся свою пряжу и а ну да я аж я сначала приобрела пряжу я нашла загноборуфа девчонки мне прислали ссылочку девочки спасибо большое и в магазине филати 45 я заказала пряжу ну вы видите да ну все излишне тоже тауб цвет цвет тауб стопроцентный миренос загноборуфа ну по моему говорить не о чем вот этот цвет он очень яркий он вам даже сейчас темным с темным кажется он такой вот прям просто просто коричневый цвет просто коричневый никаким таубом здесь не пахнет почему он так назван я не понимаю расстроилась я попробовала в пять нитей смотку сделать но увы и ах так ольга я сейчас отвечу на ваш вопрос увы и ах цвет не подошел вообще не подошел он смотрится очень некрасиво на этом изделии что я подумала я подумала и взяла попробовала но на палец намотала вот у меня помните была такая пряжа вот из нее образец она тоже не подходит сюда не подходит вот по цвету да и я взяла вот эту одну нитку одну ниточку этой пряжи и три нити вот этой пряжи у меня идеально получается очень красивая смотка я правда намотала просто на руку посмотрела что вообще классно она подойдет сюда она просто вот этому цвету дает небольшой такой меланж и смотрится суперски ну вроде бы как поэтому на горловину v-образную мне точно хватит а там будем о кстати меня вот еще пять ниток надо ее тоже размотать ха ха девчонкам работа будет на перерыв вот и все я вот и вроде бы как все понятно я на выходные сейчас мне нужно покинуть город я поеду в нижний тагил поэтому вот это изделие девочки кто в совместном проекте пола в понедельник я начну снимать вывязывать и начну снимать видео по застежке пожалуйста подождите немножечко потому что здесь кое-какие форс-мажорные мероприятия которые в общем мне необходимо посетить в тагилу и поэтому эти выходные у меня из моей рукодельной жизни немножечко вычеркнулись так это первая тема которая вам хотела рассказать поэтому у меня танцы с бубнами продолжаются с этим изделием но ничего я думаю что нашли хороший выход а на сколько хватит пряжи будем смотреть так сейчас мы почитаем комментарии ольга некрасова я так посчитала если так можно сказать рассеянные выточки нужно начинать вывязывать сразу после подреза вот что-то я в замешательстве рассеянные выточки нужно делать на уровне груди ваша грудь вот ее уровень вот то есть у каждого она может ниже выше расположена быть зависит от анатомии человека да вот ваша грудь вот я сейчас руками взяла места откуда откуда у вас должна идти выточка не выше не ниже а вот именно в районе груди то есть вы берете отмеряете от верхней точки плеча вертикальную линию до центральной точки груди вот от этой точки вверх вниз ну сантиметров по 5 вот на этих 10 сантиметрах отвязываем рассеянную выточку а где она у вас повыше подреза ниже подреза во первых это зависит от того насколько широко у вас изделие чем шире у вас реглан тем ниже у вас будут подрезы у вас грудь может быть выше чем подрезы тогда у вас неправильная тактика да логика логика должна быть вам абсолютно без разницы должно быть где у вас подрез по отношению к выточке выточка сама по себе живет углубление проймы и подрез само по себе эти две вещи никак не связаны друг с другом и у некоторых людей это может быть на одном уровне у некоторых выше у некоторых ниже то есть все мы разные и всех на всем одинаково сказать нет ну невозможно татьяна шахматова оленька спасибо за то что вдохновили нас на расчеты в вязании пожалуйста девчонки можно я буду такая сейчас важная учительница мне нужно надеть очки потому что я плохо вижу ваши комментарии зрение стало меня подводить поэтому надену я очки так раньше как-то умудрялись вязать без них а сейчас мы познакомились с куруновой олей которая привила нам любовь к расчетам вы большая умница татьяна спасибо вам большое мне очень приятно слышать ваши комментарии потому что я иногда сама себе кажусь занудой в ваших глазах мне кажется что ну некоторые люди ну наверное так и есть это наверно не кажется просто считает меня какой-то сумасшедший которая пытается все как-то систематизировать в плане вязания вот видите ирина да если у меня в жизни все по бешеному то в плане вязания люблю все систематизировать ну это наверно математический склад ума ольга некрасова немного расскажите когда вы начинаете вывязывать а ну вот я вам и рассказала да ольга по поводу выточек ирина химей ну и ну креативненько однако да 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 ирина чумакова ой ой интернет опять виснет олечка запись будет да конечно я всегда стараюсь сохранить запись если все что от меня зависит я делаю для этого а будет запись или не будет это будем посмотреть о гуля курнова гуль привет оля привет хоть тут тебя увижу и услышу привет привет моя дорогая приходите в гости всегда рада вас видеть ты же знаешь мы тоже очень скучаем ольга некрасова спасибо пожалуйста оль я подробно объяснила думаю что понятно так ну все комментарии пока прочитала дальше по поводу этого джемпера сейчас девчонки кто не был на прямом эфире во вторник кстати по вторникам на этой же площадке эта площадка вконтакте группа вязания ольги куруновой в этой группе мы с вами побываем так сказать на куруновских уроках то есть уроки куруновска называется и мы там размышляем на важные очень темы важные для вас темы разбираем те или иные узлы в изделии в прошлый раз мы разбирались с вами мы уже разобрали на первом уроке росток по реглану да на втором уроке вот v-образную v-образный вырез на реглане мы разбирали с вами углубленный круглый вырез как сделать в реглане и как сделать например вырез каре ну и разные другие подобные вырезы так вот на третьем уроке мы с вами разобрали в точной рукав как я его делаю методом так сказать выкройки и как я очень легко и просто строю выкройки мне кажется это легко и просто ну думаю что вам тоже было не сложно вот так вот кто был на прямом эфире на прошлом тот знает что я рассказывала про историю вот этого джемпер это новый джемпер который вязанный но я его приобрела в магазине у меня к нему есть очень много вопросов поэтому я его и приобрела логика вообще да стопроцентная ну в общем расскажу немножко историю вас маленько повеселю как оля приобретает вещи а дело в том что мы ходили были в уфе и зашли изобрели в магазин погулять по магазину заходим в магазин золо этот джемпер из золо магазина и муж у меня обращает внимание на этот джемпер и говорит оль смотри вязаные изделия такое вот ну красивое и стоит всего две тысячи ты же вяжешь изделия они у тебя стоят ну в разы дороже так зачем вы вяжете когда можно купить я говорю ну да я говорю красивое изделие оно с люрексом девчонки вам это не видно это зеленый цвет мой самый нелюбимый ну нет этот цвет зеленый честно скажу мне понравился так вот значит я посмотрела на вешалке это изделие я говорю сейчас я пойду в примерочную нашла свой размер пошла в примерочную примерила выхожу из примерочной саши ну чё берем я говорю да берем а нет я говорю не так я говорю смотри а вот видишь вот здесь не то вот здесь мне не нравится как сидит вот посмотри сзади вот посмотри спереди а тут девушка которая там знаете отпаривает вещи которые складывает возле примерочных да ну как бы продавец в магазине она слушает нас невольным слушателем она стала нашего разговора и я смотри вот тут смотри какой непропорционально узкий рукав по отношению к телу то есть тело имеет свободу облегания небольшую да вот девочки я встану вам сейчас покажу вот небольшая свобода облегания но она есть а рукав практически в обтяжку раз рукав смотри какой короткий рукав на кого шили на какую девушку шили я не высокого роста я метр шестьдесят четыре а если девочка метр шестьдесят восемь или метр семьдесят наденет это изделие оно будет ей просто вот так вот говорю ну рукав короткий смотри говорю ты видишь как у меня вот эти вот линии они должны стоять так же как по спинке вот по спинке если вам видно линии на месте а здесь линии они задрались на дверей то есть они должны ссидеть вот так вот Как они должны быть вот тут вот тут а они упрыгали наверх почему потому что сзади нет выреза горловины там по прямой все закрыто вырез в горловины росток кстати присутствует это изделие невязанные это изделие шаты и вот я так в магазине разбираюсь, аж рассказываю. Говорю, видишь, там вот горловина неправильно сделана, поэтому, говорю, вот эти линии подернулись назад, поэтому немножечко, чуть-чуть задирается петель перед, ну, потому здесь еще и выточки нет, вот эта вот горизонтальная складка появляется, говорящая о том, что нужна выточка, она здесь не встроена, чуть-чуть подергивается перед, который тоже говорит о том, что нет выточки. Вот. И вот эти вот все минусы я ему рассказываю. А еще, говорю, посмотри, как безобразно оформлена горловина вот тут. Ну, то есть, ну, тут по-другому нельзя, это вязаные изделия, да, ой, это сшитое изделие. То есть, здесь горловину набрали, ну, мы с вами делаем гораздо лучше. А здесь у нас просто сшитое изделие. Я говорю, когда мы вяжем, у нас же здесь, у меня же, говорю, здесь вообще красивую уголочку. Ну да, ну да. Не, значит, это, я говорю, все, вот, я разобрала это изделие по полочку, то есть, я его скрикотиковала, беру в руки, говорю, мы его берем. Девочки, по-моему, там девушка, которая складывала вещи, отпаривала вещи, она чуть не рухнула, потому что я вот так вот не раскритиковала изделие для того, чтобы его приобрести. А приобрела я его, у меня сразу сложилась эврика, потому что много вопросов по V-образной горловине в реглане, да, урок, который мы с вами разбирали. Очень много вопросов было, как расчеты сделать по реглану, хотя у меня есть такое видео, я всех вас туда посылаю, чтобы вы посмотрели в бесплатном формате. И тут у меня складывается впечатление, что нужен совместный проект по реглану. Вот, нужен. Чтобы показать на разных фигурах, ну, кто захочет показать свои фотографии, чтобы мы разобрали, что и куда, и как встраивать, да. То есть я на себе покажу вот этот джемпер, который я купила. Я уже нашла пряжу, и я уже связала образец, я уже сделала прибавки, видите, я попробовала разные виды прибавки, чтобы думать, какие мне прибавки вот здесь в реглане делать. И, в общем, вот, я связала, у меня будет голубой с люрексом, вам люрексы сейчас не видать ни на зеленом, ни на голубом, да. По-моему, даже мне он сейчас не виден. Вроде у меня яркий свет. Может быть, еще поярче поставить. Люсик, давай. Вот так вот, может быть, вам видно будет, не знаю. В общем, ну, пока ни здесь люрексы не видно, ни тут. Я вот выбрала пряжу, она, конечно, будет голубая, но этот цвет салатовый мне тоже вроде бы как лицо, особенно так, глаза покрасишь. Сегодня, девочки, не покрасила, прошу прощения. Ну, зато я такая естественная, как чаще всего и бывает. Вот. И свяжу именно таким узором. Примерно такое изделие, но с другой посадкой. И покажу вам, как надо вязать, а как не надо вязать. Не, вязать вот так тоже можно. Он ничего, на мне, наверное, неплохо смотрится, но акриловая пряжа, в нем потеешь. Он тоненький, он комфортный, он мягкий, но когда я сижу в рабочую смену в нем, а я в нем ходила на работу, девчонкам рассказываю эту историю, они просто вот так вот берутся за голову, но это Курунова, со всеми своими мозгоклюйными идеями. Это все привыкли вообще, просто смеются, просто уже. Ну, я веселю всех, не только вас. Так что, ну, вам история-то понравилась, вам-то история-то смешная. Поэтому, короче, я придумала. Я не знаю, правда, надо вам это или не надо, поэтому если вы мне напишите, что это надо, то это будет. Если тишина будет и не будет никаких от вас отзывов, значит, не надо. Значит, я брошу эту затею, не буду тратить зря время. Но я так думаю, что в сентябре у нас однозначно никаких совместников не будет. В сентябре я буду отдыхать, я сильно устала. Пора, пришла пора. Здесь тем более с разными... Ну, с разными новыми площадками, которые необходимо было освоить, да, то есть мозг немножечко кипит. У меня в сентябре отпуск, и мне нужен будет отдых. Те совместные проекты, которые у нас сейчас с вами идут, они и будут идти. Я вас никуда не бросаю, на произвол судьбы не ухожу. Абонент будет доступен, я телефон не отключаю, ничего, мы будем с вами на связи. Единственное, я буду в дороге частенько, поэтому я буду предупреждать, что я в дороге. И в общем, мы с вами... Прошу прощения, но там сколько-то времени я не буду отвечать на комментарии, потом все отвечу. Но я думаю, все люди, все поймут. Так, дальше что? И вот, и я подумала, думаю, ага, вот сейчас я отдохну, и... Ну, наверное, 1 октября я объявлю, или... 28 сентября лучше, чтобы было 2 недели. Я обычно объявляю совместный проект за 2 недели. Поэтому я объявлю совместный проект за 2 недели, и числа с 28 сентября мы с вами будем все собираться на совместный проект по реглану. Вот, по расчету реглану. Его не обязательно вязать таким узором. Как всегда, во всех моих совместных проектах вы вяжете из той пряжи, которая вам нравится, а, кстати, я буду вязать первое свое изделие. Я планирую 2 точно связать в совместном проекте. Но одно... Вот эту пряжу голубую, которую я показала вам с люрексом, она у меня из двух видов пряжи. Здесь, значит, вот такой вот люрекс, который мне Лена из Дортмунда присылала в подарок. Это вот, видите, вот торчит люрексная нитка. Невероятно тонкая. Мне кажется, она тысячи 2. 2-2 200, может быть, тысячи на 100 грамм. Вот эта нитка люрекса. И плюс к ней примотана стопроцентная вискоза. Еще 2 тоненьких ниточки. Тоже, ну, тоже где-то, наверное, 2000 метров. То есть эта нитка состоит из трех тончайших нитей. Одна тончайшая нить – это люрекс. Вот такая тончайшая нить люрекса. И 2 тончайшие нити вискоза. Где такую нитку взять, я не знаю, но вы можете абсолютно любой люрекс найти. Абсолютно любой тоненький люрекс. Ну, в толщине, вот, чтобы вот эта нитка была в толщине, где-то полторы тысячи метров на 100 грамм. Такой люрекс, мне кажется, есть везде. А вторая пряжа, которая мне невероятно понравилась, это пряжа из магазина Greenline24. Промокоды есть, не забываем. Это у нас Filatura Power, называется, производитель, и коллекции Lavinia. Здесь Кашемир. О, все, слепая. Сейчас, девчонки, еще свет туда не падает. И придется мне быть учительницей. Так, значит, Кашемир 10%, Меринос 55% и Шелк 45%. Что-то не то. Девочки, я вам вру. Вообще не вижу. Короче, Шелк 15%, Меринос 55% и Кашемир 30%. Мягчайшие, нежнейшие пряжи голубого цвета. Она, по-моему, разные были. Я уже сейчас не помню. Магазин Greenline. Filatura Power Lavinia. Вязала на спицах 3 мм, 3,5 мм. Основное полотно. Вот, две нитки. В две нити вязала вот эту пряжу. И одна нить люрекса. Вот, в три нити у меня где-то, ну, я считаю, метраж 500 метров на 100 грамм. Эта нитка 1500 метров на 100 грамм. Вот, а эта, я считаю, ну, тоже 1500 на 100 грамм. Вот, общая нитка. Ой, как люрекс передается вам. Такой красивый. Так прям серебро-серебро. Классно. Может, и в образце сейчас покажется люрекс? Не, в образце его как будто бы и нет. Но он есть. Он есть, он сверкает. Он при свете. Ну, сегодня что-то при этом свете. Или у меня глаза просто замылились. В общем, вот. Вот, и буду вязать одно изделие вот из этой нитки. Поэтому, пока еще не разобрали, можете идти в магазин GreenLine24. Распаковку по ссылке показываю. Если что, лично пишите. Скажу вам все и коды, и что за пряжи. Вот. Так. И все. И буду, и планирую вязать. Даже вот пока буду в отпуске, уже начну вязать. Начну вязать изделие вот такое, но правильное. С V-образным вырезом. Это будет тоже, тоже практически такое изделие. Но я сделаю так. Так, я постараюсь сделать так, чтобы вот это все не подпрыгивало назад. Ну, там просто надо вырез горловины сделать, и все. Ну, я, девочки, приятно была удивлена. Я, когда померила это изделие, такая, ха-ха, здесь есть росток. Мы научили вязать производителей с ростком. Ну, мы, я имею в виду, это не я лично, а просто наше ютубное сообщество блогеров, так сказать. Все же вяжут сейчас с ростком, да, и такая, вау. А потом поняла, что это же здесь шов, здесь же изделие-то сшивное, они просто из трикотажного полотна все выкрыли и сшили. Поэтому я такая, ну, они просто по выкройке его сделали. Ну, уж по выкройке они его не могли не сделать. Так, поэтому вот, я вам заранее сообщаю, что планирую совместник по реглану. Это первый. Первая пряжа, которую я планирую вязать. Вторая пряжа, из которой я планирую вязать совместник по реглану, это вот это вот. Это просто, это просто, это, ну, я не знаю, это бархат. Это бархатная пряжа, да, она как... Мне кто-то сказал, ой, девочка, Оля, она после стирки будет тряпочкой. Я знаю, вот она тряпочка. Вот оно, вот такое вот эластичное полотно, невероятно эластичное. Я очень хочу из него реглан. Реглан будет достаточно широкий. Здесь будет горловина-лодочка. Хочу вам сразу объяснить, хотя тоже в виде уже отснято, как формировать горловину-лодочку. Вот, и как формировать ее в реглане, прям покажу. Вот этот люрекс, конечно, блестит. Это люрекс не в виде нитки, это люрекс в виде напыления. То есть он как бы набрызган на пряжу. То есть он не вплетен. Это не металлизированный люрекс, а такой люрекс. Ой, очень-очень переливается. Это вот прям просто звезды на черном небе. Просто вот прям. Так, меня сегодня все атаковали. Все забыли, что у меня прямой эфир. Всем я нужна. Ну, ничего, после эфира перезвоню. Вот, это пряжа. Я покупала в магазине итальянской пряжи в Терми. Кстати, девочки, кто хотел приобрести там пряжу, магазин начал свою работу. Я уже видела в Телеграм-канале. Девочки объявили, что с 5 сентября, значит, с сегодняшнего дня они начали работать. А, нет, у них даже вчера была акция. Значит, с 4 сентября они начали работать, потому что вчера была акция среды. Там было очень много скидок у них. Вот. Эта пряжа называется Филпа. Зиги. Может быть, неправильно говорю. Ну, вот у вас сейчас все в перевернутом изображении будет. Вот так вот выглядит этикеточка. Филпазиги. 600 метров на 100 грамм, 95% вискоза, 3% люрикс, 2% полиамид. Цвет сапфир. Ой, это просто вот. Просто цвет. Ну, его, правда, уже там нет. В магазине итальянской пряжи его раскупили махом. У него оставалась одна бобинка большая. Я взяла 300 грамм. В надежде, что мне хватит. Ой. 1800 метров взяла, думала, что хватит. Ну, просто не хотела девчонок просить, чтобы они перематывали. Там вторая бобина была с килограмм, наверное. Ну, я их пожалела. Вот такая прелесть. Вот. Планирую второй вот этот. И еще планирую с глубокой V-образной... Ой, с глубокой круглой горловиной. Уже из чего-то планировала, но забыла, из чего планировала. Есть у меня здесь фишечка такая. Хочу сделать вот из этой пряжи. Кстати, вам интересно про пряжу, девчонки? А то, может быть, я зря рассказываю. Если интересно, пожалуйста, сердечки киньте. Если сердечков не будет, пойдем дальше по теме. Все, поняла. Сердечки пошли. Значит, вам интересно про пряжу. Буду рассказывать дальше. Но это мои мысли, это мои... Я бы раньше сняла это все видео, да, и не тащила в прямой эфир. Но сейчас, вы же видите, видео я практически не снимаю, потому что нету пока времени. Девочки, я не ухожу с платформ, ни с каких. Я на Ютубе есть, я в Рутубе есть, я в Дзене есть, ВКонтакте есть. Где вы там? В Телеграм я есть. Кстати, да, девчонки, сегодня... Все-таки, ну, не сегодня, я не так давно сделала свой канал. Ольга Курунова в Телеграме, но я о нем вам не говорила. Есть чат в Телеграме, Ольга Курунова называется, где у нас уже там более двух тысяч человек. Мы там общаемся, там девчонки ведут свои беседы, разговариваем. То есть, да. А сейчас я завела канал, где будут только полезности. То есть, там не будет болтовни нашей, а просто я буду выкладывать какую-то актуальную информацию для вас, ну, которую, посчитаю, нужной. Вот. То есть, там будут посты только от меня. Вы их можете комментировать, можете нет. Вот. И, кстати, да, подписывайтесь. И вот эту вот мне хочется сделать третьей. Третьим регланом в совместнике. Не уверена, что будет. Просто пока думаю. Могу передумать. Но мне очень понравилось сочетание вот этого люрекса меланжевого. Это тоже люрекс, да. Пряжа Greenline. А, и эта, и эта пряжа из магазина Greenline 24. Значит, это пряжа Касса Телфилата Прата Италия. Это вот эта вот бобинка, да, люрексная. Сине-серая люрексная. О, слепая Оля сейчас будет как бабушка. Бабушка без внуков. Ну, ладно, что ж. Так, вискоза 44%, люрекс 6%, лен 45% и полиамид 5%. Цвет морской мотив коллекции Самоа. Касса Телфилата Прата. Это пряжа из Greenline 24. А это пряжа Ланагата Мизар. Вот с такими шишибриками. Белыми шишибриками на серо-белом фоне. Пряжа великолепная. Очень тоненькая. Но она такая классная. Ее куда-то в подмод добавлять одно дело. Ну, прям классное дело. Видите, у меня ее, по-моему, 2, 4, 6, 8, 10, 12 мотков вот этой пряжи. И мне понравилось сочетание ее вот с этим люрексом. То есть здесь немного того или иного. Вот здесь наверху просто вот эта пряжа одна. Я вам ее уже сто раз показывала. Просто сейчас я планирую. Буду я из нее вязать, либо не буду поперечку. И вот здесь вот у меня вот эта пряжа одна, а вот здесь она идет с люрексом. Вам люрекс сейчас не передается. Но вот с этими шишибриками и когда идет такое нежное поблескивание, это просто супер. Просто супер. И все эти цвета очень друг к другу подошли. В общем, я счастлива была. Причем вот этот цвет один, он смотрится вот так. Вот, а с этим он прям еще сильнее заиграл. Вот он, да? Вот этот цвет вот тут. И еще вот эти шишибрики добавлены. Прелесть. Девочки, почему наживаю шишибрики? Потому что в нашем вязальном сообществе это такое жаргонное слово, которое обозначает вот такую фактурную пряжу, которая как бы накручена червячками. И эти червячки принято называть шишибрики. Это жаргон. Жаргон вязального сообщества. Вязальных, ну, вязального сообщества, наверное, так. Да. Да? Да, вроде бы все. Вот это я и хотела связать в реглане. Вот вам все рассказала. Так, жду от вас сообщений. Сейчас почитаю немножечко, опущу глазки, почитаю на другом гаджете сообщения, чтобы... Так. Я бы, конечно, почитала сообщения. Ладно, буду читать тут. Что вы мне понаписали? Татьяна Воробьева. Здравствуйте, все девочки. У меня в ВКонтакте почти все видео Олины задвоены. То есть одно и то же друг за другом. Нет, такого у меня нет. Девочки, у кого-нибудь есть так или я что-то накрутила у себя? Татьяна, я с разных гаджетов на себя выхожу. Вроде все нормально. Может быть, что-то висит программа. Запросто. Наталья Звонова. Здравствуйте. Немного опоздала. Да нет, мы же сегодня у нас... Сегодня у нас не уроки, поэтому никто никуда не опоздал. Все нормально. Татьяна Абраминой. Добрый вечер, девочки. Давно не была на эфире. И вот, Наталья, я рада вас видеть. Светлана Хущенкова. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер. Ирина Чемакова. Надо очень. Про реглан. Да, надо? Надо? Ну вот, если надо, пишите, чтоб я знала. Елена Ларина. Очень рада. Надо. Татьяна Кутакова. Здравствуйте, Олечка. И всем-всем. Здравствуйте. Наталья Харитонова. Я очень хочу совместник по реглану. Надо, пишет Марина Кузнецова. Шахматова Татьяна пишет. СП по реглану нужен. Надо очень. Все, я, девочки, все, я поняла, Галина. Все поняла. Татьяна Кудряшова. Татьяна Клокова. Добрый вечер, Оля и все девочки. Ольга Некрасова пишет, что, конечно, надо. Татьяна Замотаева. Добрый вечер, Олечка. Обязательно нужен СП по реглану. Все, отлично. Тогда, девчонки, все, принимаем решение. Что, ну, примерно 28 сентября, за две недели до начала совместника, совместник планирую после своего дня рождения 5 октября. 4 октября отпраздную день рождения. Еще буду в отпуске. 7 октября я выхожу на работу, а 5 октября забабахаем совместный проект. Примерно. Могу в датах маленечко переместить что-то куда-то. Посмотрю, как будут идти дела. Но в октябре совместнику быть. В самом начале октября, наверное, забабахаем. Вот. Валентина Гошинина. Добрый вечер. Всем теплый привет из Риги. Олечка, вы наш учитель. Я так много узнала о вязании от вас. Огромное спасибо. Очень хочу на совместник. Обязательно попрошу дочь помочь мне оплатить совместник. Валентина, приходите. Да, у нас из-за рубежа, возможно, оплата совместника через Бусти. То есть пишите мне, я вам присылаю ссылку на Бусти, и вы оплачиваете там совместный проект без проблем. С разных городов зарубежья у меня уже совместные проекты оплачены. С Казахстана, с Риги, с Америки, с Германии, с Великобритании, с Испании. Еще откуда-то девчонки. То есть, возможно, из любого города. Нина Шелкова. Оля и все девочки, добрый вечер. Реглан, пожалуйста. Хорошо. А совместник будет для мужчин расчет? Мужской расчет. Мужской реглан не планирую вязать. Но мужская фигура, в принципе, от женской не насильно отличается. Да, вы можете сказать, что там широкие плечи. А, да, кстати, вот. Смотрите, еще фишка. Вот, ну, видите, да? То есть пошло. Это не является вот ошибкой. Вот эти складки горизонтальные ошибкой не являются. Кстати, вот вертикальные складки, вот эти, всегда будут в реглан. Всегда. Это не страшно. Горизонтальные, вот, они могут быть. Они говорят о том, что не хватает выточки. То есть, как это вам сказать? Мозг, который немножечко размышляет. Кстати, этому мозгу, может быть, не стоит размышлять, потому что потом сложно покупать вещи. Я не могу себе приобрести вещи. Я теперь шью, вяжу, потому что мне все видно, да? Вот. А так вот на обывателе я на работу пришла. Девки, мне говорят, все вообще классно это изделие. Я говорю, классно, слов нету. Только тын-тын-тын-тын по полочкам разложила. Они такие, ну, уже вроде не совсем классно. Я говорю, вот, понимаете, когда человек разбирает все по полочкам, уже вроде не совсем. А когда образно смотрит и не знает вот этих вот тонкостей, то все классно. Поэтому, девочки, осторожно. Осторожно. Вот. И еще что вот про мужскую фигуру, да? Смотрите, вот здесь даже для меня, ну, вот сейчас походить что ли маленько или как. Вот не хочу тут вам своими телесами звенеть. Ну, то есть я чувствую, что мне вот тут не хватает немножечко длины реглана. То есть вот здесь реглан, а здесь как бы натягивается на руке. Здесь бы еще укороченными рядами приплюсовать. Так вот, на мужские фигуры, в принципе, расчет такой, что только, ну, не надо делать выточку. Единственное, что если спина накачанная, то по спине можно сделать укороченные ряды, как мы на выточку вот здесь даем, а там на лопатки дать. И плюсом еще на мужскую фигуру рекомендую хотя бы раза три развернуться вот здесь в области плеча. Красивее садится реглан, если сделать поворотные ряды вот в этом месте. Хотя бы три раза. На среднюю толщину пряжи. Если пряжа очень тонкая, то можно и пять, и шесть раз сделать. Если пряжа невероятно толстая, можно, ну, хотя бы один раз развернуться. Ну, вот, то есть и на женщину, у кого такие массивные плечи, тоже просто несколько раз вот здесь укоротыми выйти, просто по рукаву. Только петли рукава взять в укороченные ряды. Вот так сядет реглан. То есть это все буду рассказывать. Наверное, будете задавать вопросы в совместном проекте. Хотя ведь я вам сейчас так все без совместного проекта рассказала. Ну, в принципе, информация-то вся и в открытом доступе есть. Можете взять. Она везде лежит. Реглан... Ой, совместный проект. Чем хороший, мне очень нравится этот формат. То есть это не формат мастер-класса, это не формат каких-то курсов. Хотя я считаю, что совместный проект – это намного больше, чем мастер-класс. И гораздо больше, чем какой-то курс. Почему я так думаю? Потому что, когда человек пишет курс, ну, да, у него есть какой-то опыт, есть у него какие-то навыки туда-сюда, но у него нет обратной связи от вас. Когда же я пишу, ну, пишу, видео снимаю, то есть это тот же самый курс, это тот же самый мастер-класс, да, но когда я снимаю видео, я всегда от вас вижу обратную связь в совместном проекте, в нашем с вами чате. То есть вы мне пишете, ой, Оля, у меня вот такая фигура, я не знаю, как сделать. Я так, вам, ага, вам сейчас сниму видео. Подснимаю видео, показываю, что как лучше сделать для вас, на доске объясняю. Да, ну, кто был со мной в совместном проекте, кто-то понимает, о чем я говорю. Поэтому мне кажется, это просто... намного больше, чем курсы и мастер-классы. Поэтому мне нравится этот формат. Я начала его неожиданно для себя, но думаю, что я его буду продолжать. Долго думала, может быть, уйти просто на мастер-класс. Мне будет проще сделать мастер-класс, даже рассчитать на несколько размеров. Но факт тот, что я не уверена, что мастер-классы подойдут для всех. Ну и человек возьмет, купит мастер-класс, свяжет по нему изделие. Оно на него не сядет, потому что у него, извините, там сутулость, здесь грудь, там живот, там бедра или еще что-то. Или наоборот, там нет сутулости, тут нет груди. Фигура 90-60-90, она тонкая, стройная, как гитара, или как это говорится. И на нее как мешок все село. Ну, в общем, да. А в совместном проекте мы с вами разбираем именно для вас. Как и что будет на вас хорошо сидеть. Так, глаза опять устали. Вот долго смотрю. Ну, да и весь организм устал, поэтому, да, будем очкаиками. Светлана Кущенкова. Оля, вам в очках очень красиво, придает солидность. Носите, не снимайте. Дело в том, что, Светлана, я очки могу надеть только когда читать. То есть у меня дальнозоркость, я не имею права даже вдаль смотреть в очках, поэтому, если я не читаю на ваше сообщение, мне приходится очки снимать, у меня все расплывается. Вот когда я, ну, то есть я фокусирую зрение, когда чуть подальше, мне нельзя в очках быть. Когда ближе, мне надо быть в очках. Поэтому я их то снимаю, то надеваю. Кого-то это будет раздражать, увы и ах. Вот, поэтому да. Поэтому да. Конечно, мастер-классы писать проще. Конечно, совместные курсы писать, может быть, даже проще. Совместники вести очень тяжело. Наверное, да. Потому что совместники, ты не знаешь, что тебя спросят, и не знаешь, какой экзамен тебе придется выдержать. А экзамены приходится выдерживать каждый день. И ты заранее должен определиться, что ты будешь, ну, в смысле не то, что определиться, а попробовать предугадать все вопросы. Марина Кузнецова. А реглан сверху? Да, реглан будет сверху. Своеобразные горловины. Я начну. Первое изделие, которое я буду вязать, оно будет вязаться своеобразной горловиной. Вот это изделие. Горловина будет обрабатываться потом. То есть я наберу петли, как вам говорила в первом уроке. Все по аналогии с первым уроком. Будем делать. Буду показывать попетельно. Вот только единственное, что если вдруг у меня не будет возможности снять попетельное видео дома, вы не сильно расстроитесь, девочки? То есть, возможно, у меня, возможно, я буду снимать попетельное, ну, условно, видео, да, к совместному проекту не в такой спокойной обстановке, ну, а где-то вот, ну, не дома. Если вас это не будет напрягать, тогда, конечно же, я даже за время отпуска начну снимать мастер-класс, если вы мне дадите на это добро. То есть не всегда будет спокойная обстановка, может быть, какой-то шум нам будет мешать. Я, конечно же, буду стараться это все вырезать, но, то есть, могу начать снимать видео во время отпуска. Где мы проходить будет отпуск? Скажу позже. Но я счастливая, как никто. Муж, мужчина, муж мне сделал очень большой сюрприз, очень неожиданно и очень приятно. Люблю своего мужа. Татьяна Брынцева. Здравствуйте. Припоздала. Ничего страшного. Абсолютно. Лена из Дортмунда. Привет всем. Привет. Татьяна Шахматова. Оля, спасибо, что познакомились с творчеством Татьяны Мужицкой. О, спасибо вам. Да, это классная штука. Из-за ваших впечатлений о прочтении классики. Редко бывает, когда одновременно черпаешь знания и приобретаешь нужную по жизни информацию. Общаясь с вами, все это получаешь. В итоге мы делимся друг с другом. Так вот, так вот, про чё и речь, что когда ты притягиваешь таких же людей, как ты, тебе комфортно. А мне кажется, другие люди просто не задержатся ни на канале, не задержатся в жизни, не задержатся рядом надолго, да. То есть, да, тоже большая тема есть насчёт дружбы, насчёт того, кто как, долго с кем бывает. Это я долго, я очень много лет размышляла по этому поводу, пришла к каким-то своим выводам. Да, я, кстати, девочки, да, Татьяна Мужицкая, у меня две книги есть, которые не читаются, лежатся. То же самое, что было с книгой «Бесами» Достоевского. Девочки, я дочитала «Бесов», полностью дочитала до последней странички, закрыла книгу и такая... Да, очень жалела, что книга закончилась. Очень нравится мне Достоевский, оказывается. Сейчас хочу... Ну, взяла уже книга, это у меня на работе. Раннего Достоевского, так сказать, немножечко изучить. Редко кто это читал. Роман в письмах я сейчас планирую почитать. И «Чужая жена» и «Муж под кроватью», по-моему, так называется произведение. То есть это из раннего Достоевского. Прочту, потом поделюсь с вами этой информацией. А Мужицкая, да, Мужицкая, да. Мужицкая помогает мне всегда, дай бог ей здоровье, Татьяна молодец. Ну, мы лично не знакомы, мы вообще никак, мы на разных планетах живем, так сказать, да. Но очень приятно, что со мной такие современники живут. Ирина Силина. Добрый вечер всем. Оля, а на Дзен не сделайте отдельный плейлист по урокам? Через какое-то время будет сложно найти. О, точно. А, по-моему, я сделала плейлист по урокам или нету, да, Ирина? Хорошо, спасибо вам большое. Сейчас я напишу для себя, потому что если я просто прочитаю, потом скажу вам «да-да, сделаю» и забуду. Так, сейчас я запишу себе в планы. Вы правы, это очень хорошее замечание, спасибо большое. Дзен, плейлист, уроки. Там в Дзене у меня много плейлистов, это и мастер-классы, и полезности, и носки. И все-все-все у меня по отдельным плейлистам, поэтому кому что интересно, ищите по плейлистам. Да, и надо сделать плейлист уроки. Не помню, есть такой или нет. А мы сейчас с вами и посмотрим. Две секунды, я сейчас зайду на втором своем «Гады житеи». Так, мой канал, подборки, шапки, носки. Вот у меня есть отдельный плейлист по шапкам, по носки, варежки, слитки, кардиган, звуки весны, худи, пигаль, вязальные полезности, готовые работы, мастер-классы. Да, нету, спасибо большое, Ирина, я обязательно сделаю, обязательно. Дальше. Ольга Ващила. Олечка, а мне сегодня сын заказал свитер из фильма «Брат». Собралась и помчалась за пряжей. Купила бобинку Лидии и сижу-вяжу свитер сыну. Из Лидии? Здорово. Но свитер «Брат» из... Ну, это... Сергей Бодров. Сергея же его звали? Я забыла, как его звали. Ну, короче, в общем, из фильма «Брат». Забыла. Ладно. Так, а мы висим или мы не висим? Девочки, если мы не висим, сердечки, пожалуйста, пошлите мне, потому что я на своем втором гаджете вишу. Ага, мы не висим, да? Угу. А почему я вишу? Кто меня повесил? Сейчас я попробую перезайти. Сергей Бодров, да, спасибо большое. Да. Куда-то я сама у себя ушла. Привет, привет, привет. Приветики тут присут. Так, сейчас про свитер Бодрова поговорим. Я сама себя найду на другом экране. Ладно. Я там не зависла, не могу отвиснуть. Сейчас посмотрим, что со связью. Нет, все нормально. Ну ладно, сама себя не вижу. Надеюсь, вы меня видите. Напишите, пожалуйста, в комментарии, видите вы меня. Нина Шелкова. Оля, спасибо, ждем. А, по свитеру Брат. По свитеру Брат, в общем, такая тема. Там нужен свитер из достаточно такой толстой пряжи. Пряжа должна быть толстая. И пряжа должна быть немножечко держащая форму. То есть не вот такая пластичная, мягкая, тонкая, а все-таки грубая такая пряжа. Даже грубее, наверное, чем у меня вот этот образец. То есть она должна быть толстая. Прямо килограмм пряжи должен уйти на этот свитер. Как минимум, наверное, да. Килограмм, кило двести. Вот где-то так. Так, ну я вроде отвисла. Ура, у себя точно. Так что имейте в виду, Ольга, из лидии, из одной лидии, возможно, будет мягковат. Ну, не знаю. Нина Шелкова. Оля, спасибо, ждем. Мне кажется, даже вот для свитера Брат классно подойдет пряжа Ализе Ланаголд. Не ругайте меня, да. Или Ализе Макси. Какая-то она Макси есть. Ланаголд только потолще. И 25% шерсти там. 25% шерсти, 75% акрила. Ну да, почти один акрил. Но вот для таких свитеров типа Брат, она будет прям классно. Мне так кажется. Надежда Сытник. Здравствуйте, Оля. Привет из Сургута. Привет, привет, привет. Лена Шибаева. Замечательный муж. Наверное, повезет наш на юг, чтобы наша Оленька отдохнула и душой, и телом. Все увидите. Светлана Гладышева. Добрый вечер. Ирина Чумакова. Оля, подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить рядность в круговом вязании? Только методом частого вязания. То есть, чем чаще вы будете вязать, чем дольше вы будете вязать, тем ваше полотно будет становиться стабильнее в плане рядности. Это первое. Второе. Чтобы вязать безрядности, нужно вязать туго по спице, чтобы мне не говорили. Как бы меня в этом не убеждали, моя точка зрения, сложившаяся годовой практикой, не в плане одного года, а в плане всей жизни. То есть, большое количество отвязанных изделий дают мне право говорить о том, что когда вы вяжете туго по спице, чтобы у вас на спице, вот вы берете изделие, и оно у вас вот так не слетало. Кстати, оно мне может слететь с этой спицы, потому что эта спица намного тоньше. То есть, в круговом вязании я вяжу всегда так. Так, левую спицу, моя левая рука, левая спица, это вы сейчас смотрите меня в зеркальном отражении, вот моя левая спица, левая рука, левая спица, и получается, что вот эта левая спица у меня очень тонкая, здесь 3 мм. Правая спица, которая формирует петли 5 мм, тонкую я спицу беру для того, в круговом вязании это очень легко сделать, для того, чтобы у меня петли очень хорошо скользили по ней. И когда я вяжу, чтобы у меня быстро-быстро-быстро-быстро вязалось вот это полотно. А формировались петли вот на этой спице, которая мне нужна, в моем случае 5 мм. И вот когда вы вот так вот повесите, вот, видите, трясете, трясете, у вас ничего не должно слетать со спицы, ничего. Ну, понятное дело, что я часто скидываю со спицы петли, то есть я могу вот так сделать и просто вот сдернуть, да, какие-то там, бывает у меня. Но вяжу я туго. Вот это туго вязать по спице, плотно по спице. На пятерке, значит, пятерка. На двойке вы вяжете, тоже туго. Вот только контроль за руками, контроль за натяжением нити позволяет вязать без рядности. У меня тут еще один, кстати, на раз показала вам, покажу. Что у меня тут еще одно изделие. По-моему, Эвелины сегодня нет. Вот у меня паутинка для Эвелины. Она практически отвязана. Это отвязано тело изделия, не стирано еще, но зато уже сшиты швы и отвязана горловина для того, чтобы понять, хватит ли мне пряжи. Я не знаю, какими я мозгами думала, когда я у Эльвиры в магазине Дель заказывала 100 грамм пряжи. То есть это паутинчатые изделия, да, на пятерке вязанные, да. То есть у меня такие изделия на Эвелину где-то грамм 70 пряжи уходит. Ну, я, наверное, посчитала, ну, грамм 70, 100 грамм возьму, хватит. Ну, да, только здесь у меня косы и здесь у меня резинка. Два на один и косы. Вот, и получается, ну, великолепное получается изделие. Воздушное, мягкое. Ну, и, короче, я специально отвязала горловину, чтобы понимать, хватит ли мне на рукава. Вяжу сразу два рукава. Это рукава. Они сейчас такие скукожные, но они уже широкие достаточно. Они 20 сантиметров по ширине. То есть рукав все нормально, как должен быть. Вот, в общем, вот уже перехлесты пошли. И у меня осталось пряжа. Вот столько. Хватит, не хватит. То есть, ну, тонкая пряжа, паутинка. Ее всегда кажется, что ее совсем чуть-чуть. Ну, знаю, что у меня на ряд уходит. Так, у меня два метра пряжа уходит на три ряда. То есть, значит, один метр пряжи на полтора ряда. Можно, конечно, замерить, сколько здесь осталось. Но я боюсь ее запутать. Поэтому вяжу. Значит, прищурив глаза. Что-то в последнее время у меня отаз с пряжей. Ну, ладно, когда тебе дарят пряжу, тебе ее не хватает. Это понятно. Но когда ты сам покупаешь пряжу, тебе ее не хватает. Вот без толчья. Ну, почему-то посчитала, что мне хватит. Классная паутинка. Правда, девчонки? Почему вы не пишете комментарии? Я не вижу. Я только вижу, что вы присоединяетесь. А комментарий нет. Ничего нет. Прям обидно мне. Так. Сергей Бодров. Да, Сергей Бодров. Пряжа типа деревенская. Светлана Кущенкова. Что пряжа типа деревенской. Нужна для свитера брат. Он колоться будет. А мужчина не любит, когда колется. Поэтому деревенская пряжа не подойдет однозначно. Мужчины очень нежные. Это еще женщина может выдержать колкость пряжи. А мужчины это как дети. Татьяна Дмитриева. По свитеру брату Андрей Курочкин сейчас совместник. Но у него на канале можно найти видео, как вязать этот свитер. Да, там он вяжется, по-моему... Ой, как называется эта резинка-то? Я забыла. Ну да. Ну, пройдите на канал к Андрею Курочкину и посмотрите. Да, Андрей Курочкин, по-моему, все кардиганы вяжет. Все джемпера вяжет именно как джемпер брат. У него такая... Ну, ему нравятся такие изделия. Виктория Нежильская. Можно рукав три четверти связать. Можно, конечно, но это будет уже не то. Поэтому я буду смотреть. Я буду... Я начала снизу, как вы видите, да, специально. То есть я не начала его имитацией вшточного рукава. Будет у меня вшивной рукав. В проему начала снизу вверх. То есть посмотрю, как буду доходить до верха. Мне же там надо будет немножечко еще укороченными рядами выйти, сделать головку рукава. Но это я буду смотреть по обстоятельствам. Потому что в паутинках можно головкой рукава пренебречь. Я, как правило, не пренебрегаю, но пренебречь можно. Здесь, если будет такая проблема, то, может быть, я пренебрегу окатом рукава. И здесь будете, если вязать... Если будете вязать паутинчатые изделия, не делайте слишком большой скос плеча. Ну, в принципе, вы можете теоретически сделать, но он здесь ни к чему. Здесь очень легкая пряжа. Она у вас будет вести себя нормально. Никаких вот здесь мешков не будет. То есть у меня здесь, по-моему, 3 или 4 сантиметра всего скос плеча. Хотя изделие широкое. Изделие где-то 62 сантиметра, по-моему, по ширине. Оно просто сейчас съежилось. Оно, опять же, очень стильное. А будет это вот так все. Вот так вот растопырятся все косы. Они так и должны быть. В общем, а как будет, поживем, увидим. Так, я сегодня прям примерила это изделие. Так дома сидела, так кайфовала. Кстати, я сегодня связала, сшила платье, в котором хотела... Мне нужно платье на юбилей. В Нижний Тагил мы едем на юбилей, кстати. И мне нужно было платье. Завтра мы едем, сегодня я сшила. Логично, да? Как всегда, Оль Курунова. О чем я с самого начала вам говорила. И сегодня я сшила серое платье себе. Серое платье. Все. Ну, как сшила? Раскроила я его давненько. А сегодня начала сшить. Сшила плечевые швы, сшила шов на юбке. Юбка у меня типа колокола такая, в пол. Сшила юбку. Вверх приталила к переду, к юбке. Притачала, вернее, наживила. Боковые швы сделала. Все, в общем, уже оверлаком все обработала. Осталось только на талии шов сделать. Обработать горловину, обработать рукава. Рукава спущенные там. И обработать вниз изделия. И все, я пошла примерять. Я примерила и поняла, что у меня некрасивый цвет. Сказала, я в нем не поеду на юбилей. Саша у меня повесится, наверное, со мной. Просто опять. Мозгоклюйка. Сегодня я вешила платье перед прямым эфиром. Пыталась успеть. А потом поняла, я его свернула, оставила до лета. Думаю, я в этом платье буду на работу ходить. Оно будет красивое, нарядное, рабочее платье. Но на юбилей я в нем ехать не хочу. Я даже ногти себе покрасила, видите, серым цветом в этот раз. Под платье. А платье будет голубое. Сине. Мою любимую. Света Клокова пишет. Жгучую страсть на юбилей. Нет, мне Саша не разрешает жгучей страсти идти на юбилей. Он сказал, нет, Оля, это как-то больно просто. Нет. Не хочет, чтобы я шла. А мужу надо слушаться. Муж всегда прав. Виктория Нежиская пишет. Мы просто слушаем. Спасибо. Наталья Котова. Паутинка супер. Татьяна Замотаева. Очень классная паутинка. Совместник будет? Нет, по этой паутинке совместника, наверное, не будет. Я, скорее всего, записываю, как я вяжу. Я эту паутинку планирую. Планирую. Я надеюсь, Севелина сегодня нет. Планирую подарить Севелине именно в Тагиле. То есть, понимаете, опять, да? У меня еще нет рукавов. У меня еще не стирные изделия. Завтра после работы мы едем. У меня сегодня вся ночь впереди. Мне надо довязать два рукава. Успею? Не знаю. Возможно, в дороге буду вязать. А, вообще-то, мы поедем в ночь. Мы будем ехать ночью. На настоящее день у нас юбилей. А в воскресенье мы уже уезжаем обратно домой. Девочки, это 700 километров туда, 700 километров обратно. Дни прикольные. 700 километров уезжаем. Приезжаем утром. Гуляем юбилей. Утром, ну, ночуем. Утром выезжаем домой. Понедельник на работу. Все нормально. Ну, ладно. Мы едем на праздник. Это хорошо. Ни разу не были в Тагиле. Поэтому, да. И вот это... А у Евелины в понедельник день рождения. Так что вот у меня, у моей доченьки Евелины, день рождения 9 сентября. И очень бы хотелось ей подарить эту паутинку. Дополнительно к подарку. Мне кажется, она была бы счастлива ее увидеть. Ну, поживем, увидим. Успею я связать рукава или нет. Ночью в машине вязать света нет. Если только придумать яркий свет, ну, надо подумать. Может, сегодня ночью успею связать. Марина Ивановна. Оля, паутинка просто огонь. Такая воздушная. Вообще воздушная. Такая красивая. А еще, девочки, знаете что? Для паутинки очень большую роль играет пряжа. Очень большую. Колоссальную роль. Если вы возьмете на эту паутинку одну пряжу, она будет смотреться по одному. Если вы возьмете другую пряжу, она будет смотреться по-другому. Вот сейчас я вот эту паутинку вяжу из пряжи сессии от Вивьен. Это пряжа. Сейчас скажу вам. У меня же еще одна такая есть пежевого цвета. Это для Эвелины. Такой персиковый цвет. Вот столько у меня было пряжи. Вот столько осталось на рукава. Да. Страшно. Ну, ничего. Ладно. Сессия от Вивьен. Девятьсот пятьдесят метров на сто грамм. Семьдесят пять процентов суперкид махера. Двадцать пять процентов шелк. Вот именно такую пряжу я рекомендую. Она, конечно, крыло от самолета. То есть сто грамм стоит полторы тысячи. Тысяча шестьсот, по-моему. Ну, вот в таких пределах. Сто грамм. Ну, как правило, сто грамм хватает. На паутинке мне может сейчас не хватить. Ну, сто двадцать грамм точно хватит. Вот. Это именно эта пряжа. Это, мне кажется, вот этот состав пряжи просто идеальный для паутинок. Просто идеальный. И он будет идеальный для оренбургских пуховых платков. Я еще пока себе не могу позволить ни связать оренбургский платок, ни пряжу приобрести на него. Вот. Но это будет просто бомба. Вот именно эту пряжу. Да, не все могут себе позволить такую дорогую пряжу. Хотя у нее расход будет, ну, полторы тысячи на изделие. Ну, мне кажется, да. Вот. И из нее самые классные изделия. Сейчас у меня коллега по работе приобрела пряжу с альпакой, с содержанием альпаки. Я тоже вязала себе паутинку с альпакой. Она смотрится немножко по-другому. Альпака, она... Вот эта пряжа, она такая, знаете, ну, за счет шелка она такая, шелковая. А за счет кидмахера она такая крупно-пушистая. А вот та пряжа, в которой в составе есть еще альпака, помимо шелка, помимо кидмахера, или помимо полиамида и кидмахера, полиамид с кидмахером, он будет подешевле, шелка с кидмахером, но тоже приемлемо. Похуже немножечко. Не, не могу сказать, лучше, хуже. Вот эта мне нравится больше. Вот эта мне нравится больше. Та подешевле, зато может разной позволить. Девочки, есть во всех магазинах бобинной пряжи. Ссылки у вас есть в чате, телеграм, на все магазины. Вы часто спрашиваете, опять начался один из самых часто задаваемых вопросов, более в каких магазинах вы приобретаете пряжу. Поэтому я во всех своих сетях, вернее в телеграм-каналах, размещаю информацию по пряже, в каких магазинах я беру и все промокоды вам там даю. Здесь никаких промокодов не будет. Вот. Дальше. Ну, что я еще хотела сказать? У меня уже жарко стало от этого изделия. Вот путинка, то, что она тоненькая. А вот, когда альпаку достаешь, она такая немножечко вот... Вот эти вот дырочки все, они немножечко забиваются альпаковым пушком. Вот. То есть кидмахер, он вверх идет, а альпаковый, он как бы, знаете, как туман. Туман иногда перед дождем идет вверх. Вот это кидмахер. А туман, который ложится на горы или ложится на низины, да, вот это вот как раз альпака. Вот. Сравним с туманом. С разными видами тумана. Вот. Так. Ну, все вроде. Что-то хотела сказать здесь. У меня ушли мысли. Ну, ладно. Татьяна Шахматова. Оля, у вас что, паутинка? Что, любое другое изделие? Супер. Спасибо большое. Очень приятно. Ирина Архипова. Я слушаю вас, слушаю вопросы. Собственный опыт хорошего вязания еще мал. Да, ничего страшного, Ирина. Для этого вот мы и вещаем, что у кого чуть побольше опыта делится, с тем, у кого его меньше. Еще раз повторю, девочки, что абсолютно у любого человека есть чему научиться. Ирина, может быть, у вас и опыт маленький, но я больше чем уверена, что у вас тоже есть чему поучиться. У меня был такой момент, я вам рассказывала уже не раз. То есть ко мне подошла девушка-коллега, которая спицы не умела держать в руках. Спицы не умела держать в руках. И когда она начала делать какой-то... Ну, я ее учила вязать. Она научилась, она молодец. И в определенный момент она какое-то сделала движение. Ну, что-то она сделала, какую-то тактику. Я говорю, а зачем так сделала? Она говорит, так же удобно. Я такая, хм, мы такие зашоренные, мы смотрим вот так вот уже. Да, уже на автомате делаешь какие-то вещи. А вот новый человек пришел в эту область, который пришел, не знает твоих вот этих зашоренных знаний. Он не знает, как это делать. Он просто берется, делает, как ему удобно. Я такая, прикольно. Потом взяла и как-то попробовала так сделать. Такая, вау, а это ж классно. То есть человек, который учится ту его кучу лет, научился чему-то у того, который только-только сел за спицы. Представляете? Поэтому у каждого человека есть чему поучиться. Абсолютно. Я в этом уверена. Наталья Харитонова. А я слушаю и вяжу джемпер со спущенным рукавом. Здорово. Здорово. Ирина Химей. Оля, ужас. Ну, совсем не по-моему. Пусть все у вас получится. Надо домового попросить помочь. Вот, Ирин, понимаете, да? Вот Ирочка, вы у меня будете прям, знаете, вот как раз... Ну, давайте сделаем так, да? В нашем Куруновске Ирочка будет отвечать за порядок, за размеренное течение жизни, за график, за плановость, чтобы все шло своим чередом. А Оля Курунова будет все это нарушать. Вот так вот, Ирин, видишь, какие... Вот, да. Я люблю вот именно жить вот такой взбалмошной жизнью. Мне кажется, ну, правда, мужу, наверное, ему со мной тяжело. Хотя у меня тоже такой же. Хотя у меня тоже такой же. Надежда Алексеевна. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Валентина Гошенина. Олечка, я думаю, девочки не обидятся, если сегодня эфир сократим на час, а у вас будет час вязания паутинки. Да. Да нет, давайте уже два часа, как привыкли. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что вы обо мне заботитесь. Это дорогого стоит. Ну, спасибо большое. Ирина Химей. Предлагаю помочь Ольге и закончить эфир. Девочки, поддержите. Ночь хоть и длинная, но лишний час не помешает. Спасибо, девчонки, приятно. Не уйду я от вас. Все, вот планируем два часа. Все. Сегодня не тот день, когда два часа. В смысле, бывают дни, когда это будет, наверное, необходимо. Сегодня я уже настроилась на два часа. Ирина Ходорева-Воробьева. Добрый вечер, Олечка и все в Куруновчане. Давненько не была на прямом эфире. Очень соскучилась, но запись постоянно смотрю. В общем, держу руку на пульсе. По поводу вязания в темноте, приобрела себе фонарик на шее. Очень удобно. Ирина, где же вы были раньше? Точно. Фонарик на шею и в машине ночью вязать. Во, идея. Блин. Нет у меня фонарика, а завтра мы уже выезжаем. Завтра мы после работы прибегаем домой, выгуливаем прошу, собираем манатки и уезжаем. Потом приедет Маша. Мама сюда будет. Мама здесь жить, пока нас здесь не будет. Так, я что-то еще хотела сказать вам. Начала тему говорить. Почему-то паутинка опять в руки взяла. Что-то про паутинку. А, вы спрашиваете, будет ли совместный проект. Нет, совместного проекта не будет. Записываю все данные по этой паутинке. Если будет возможность в воскресенье у меня в Тагиле ее просто отфотографировать или снять какое-то мини-видео, ну, хотя бы с замерами размеров туда-сюда, а потом я вам на листочке, например, вот так, все нарисую, все покажу, сколько петель набирать, сколько вязать, там, ну, все мои записи вот так вот расскажу. То есть, такой будет даже не мастер-класс, просто разговор, ну, что, объяснялка по вязанию. Вот, это будет, потому что девчонки многие хотели это связать. И скажу вам больше, у меня коллега будет такое вязать. Возможно. Ну, я не уверена, что она его довяжет. Мне кажется, придется довязывать мне, но она начнет его вязать. Поэтому, если будет вязать коллега, и мне придется довязывать, вот там мы можем сделать хоть совместник, хоть мастер-класс, вот, хоть объяснялку. Ну, а поэтому мне его надо срочно отдать, поэтому чего-нибудь придумаю, как-нибудь вам расскажу. Сама придумала узор, потому что те узоры, которые есть в открытом доступе, абсолютно не подходят под этот узор совсем вообще. Везде пишется, что здесь просто 8 на 8, по-моему, коса. Да, фигня, не верьте, здесь резинка, и резинка перекрещивается в косье. Ну, здесь легкий узор, очень легкий. А по насчет фонарика на шее, да, Ирина, я бы завтра в машине его нацепила и повязала. Ирина Архипова, конечно, не помешает лишний час. Не, все, все, мои дорогие, не обсуждается. У меня осталось-то 50 минут, и все, я буду вязать. Света Клокова, Оля, хорошие дороги, иди вяжи скорее, собирай подарки. Ой, насчет подарков, да, тут... Ладно, все потом. Ха-ха, Ирина Химей, да, Ирочка, ты у нас будешь главная. Заместитель мэра по порядку. Кстати, кто это такой? Заместитель мэра по порядку. Это правоохранительные органы? Не, я не хочу тебя милиционерами полицейскими называть, ты не полицейский будешь. Ну, так и будешь. Заместитель мэра по порядку. Надо куда-то записать, нам все наши должности расписать. У нас вот, например, Ирина Александровна, кстати, давненько не приходила. Та у нас будет заместитель мэра по контролю за выполнением работы. Что-нибудь такое. У нас Лена из Дортмунда. Это память мэра. Просто. Видите, сколько я уже вам дала разных должностей. Вопрос такой, а кто будет оплачивать нам эти должности? Я бы на вашем месте задавала. Надежда Сытник. Давайте, девочки, отпустим Олю, ведь надо успеть связать еще в дорогу. Да, нет, все нормально. Это нормально. Мы в прошлый выходной ездили в дорогу, мы в этот выходной в дорогу, на следующем вообще уедем в дорогу большую. А у нас еще картошка не копаная. Нет, она начала копаться некогда. Ольга Некрасова. А я тоже вяжу и слушаю полезности от вас. Здорово. Татьяна Кузнецова. Оля, а если к платью добавить какое-то яркое пятно, допустим, цветок крупный брошь, абсолютно не моя тема. Не люблю ни крупные цветы, ни броши. Спасибо большое, Татьяна, за идею. Нет, это не то. Я рассчитывала на... Причем я когда прикладывала ткань в магазине ткани, я прикладывала ткань к себе, и мне понравилось, как она на мне смотрится. Она примерно такого серо-голубого цвета, она как ногти мои. Если вам видно, у меня тут кошачий глаз на ногтях. Вот он. Вот серо-голубого цвета, вот такого цвета платья, оно такое тяжелое, оно такое благородное, ткань такая классная. Но ткань оказалась немножечко как бы... Ну, меня оно затеняет, оно мне бледнит. Хотя у меня идут пастельные тона, но вот именно серый и беш, я поняла, что меня бледнят. То есть вот такая... Ну, ладно, это опыт, ничего страшного. Я буду в этом платье ходить, однозначно буду. Я в нем буду ходить на работу. Я на работу летом хожу, стараюсь ходить нарядно, и не всегда, но иногда у меня есть желание надеть платье в пол, прийти такое прям... Вот хочу иногда. Ну, и ношу платье в пол на работу, на выход куда-нибудь. Оно однозначно будет носиться, но я его до лета пока свернула и убрала в шкаф. А летом дошью. У меня там еще, кстати, ткань на брюки, но брюки такие темно-синие. Должны быть классные. Ну, и когда-нибудь я их сошью. Надежда Бербасова-Вахновская. Можно фонарик на лоб, как вариант? А вот эта тема есть. У меня есть шапка, и на шапке вот здесь фонарик. Спасибо, девчонки. Да надо мужа сегодня озадачить, сказать муж надо. Ищи. Татьяна Кутакова. Олечка, я с вами согласна, что есть чему поучиться, хоть и стаж вязания большой. Да, конечно, у каждого можно поучиться. Татьяна Кузнецова, фонарик можно на заправке посмотреть. Да? Прикольно. Ирина Чумакова, а давайте про паутинку поговорим во вторник. Да, кстати, девчонки, у нас же во вторник, каждый вторник у нас в Курновске идут уроки в прямом эфире. И на следующий урок, на следующий вторник, на 10 число у нас нет темы. Про какую тему будем разговаривать, какой урок сделать на час, чтобы вам объяснить. А, Ирина, а что мы про паутинку поговорим? Именно про эту паутинку, ну нет смысла это все в уроке заводить. Это, наверное, будет описательный характер этого изделия. То есть в уроках лучше рассматривать какую-либо, какую-нибудь часть вязания какого-то изделия. Например, вот горловину, да, вот мы разъяснили, там, показали, пояснили, например, там, вот, да, вточной рукав. Вот какую-то вот такую вот, какую-то одну область взять и раскрыть ее. Паутинка здесь очень много областей, которые должны быть раскрыты. То есть здесь и испущенное плечо, и формирование горловины, и рукав, как его сделать, насколько... Про все паутинки поговорить образно, но тоже не вариант, они абсолютно разные. В общем, короче, девчонки, придумываем тему на следующий вторник. Мне нужна тема, я не знаю, о чем вам вещать во вторник. Какие уроки вам делать. Так и вторник не один, пишет Ирина Чумакова. Ну, да, я понимаю, что можно сделать начало в прошлом видео, сейчас продолжение, но можно запутаться. Лучше вот взять одну тему и одну тему вот так вот локально обсудить. Можно, конечно, можно, но не знаю. Надо посмотреть, там вопросы задавали, надо из этих вопросов что-то выбрать, что можно взять на урок. Лена из Дортмунда. Оля, еще есть лампочка на лоб, типа как у шахтеров. У меня такой, нет, у нас такой нету дома. Просто я нигде, у меня не будет возможности где-то ее приобрести, потому что сегодня уже поздно вечером. Завтра рано утром мы уезжаем на работу, а после работы у нас не будет возможности даже уехать, заехать в магазин. Ирина Архипова. Да, у нас еще нет темы на вторник. Вот, 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 давайте тему на вторник, тему на вторник. Требую, требую. Наталья Паина. Оля, добрый вечер. Привет, Тагилы, это моя родина. Хорошо. Я тоже не люблю работать по плану, люблю под вдохновение. И удовольствие получаешь, и дела продвигаются. Хоть жизнь все время вносит свои коррективы. И новая должность Ирины Химей – это жизнь с коррективами. Жизнь с коррективами. Марина Григорьева. Должность на водитель порядка. На водитель порядка. Ирина, выбирайте себе должность. Мы столько вам должности придумали. А вы знаете, у меня почему-то сейчас вот, 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 я читаю вас на водитель порядка, да, жизнь с коррективами. И мне кажется, сейчас у меня вот в голове сейчас формируется мысль, что стандартизатор. Ирина Химей – это стандартизатор наш. Ну, стандартизаторы, они, наверное, все-таки как-то все, ну да, она у нас и будет все стандартизировать. Наводитель порядка. Она, нет, она же не будет его наводить, она будет требовать наведения порядка. То есть, чтобы мы своими ручками его наводили и все, и жили размеренно. Иногда меня, может быть, тормозило. Ирина, я вам даю право меня иногда тормозить. Так, Оля, по плану. Людмила Семисонова. Привет из Волгодонска. Всем здравствуйте. Ольга, у меня вот такой вопрос. А как вы вяжете изделие из черной пряжи? Просто на глаза очень тяжело. Может, есть какой-то у вас хитрый приемник? Самый главный хитрый приемник – это яркая лампа рядом. То есть, у меня есть торшер, который мне вот сюда, на уровне моих глаз, светит на изделие. Очень ярко. И тогда я вяжу и днем, и ночью можно легко вязать приемчик. Вот, да, легко вязать можно такое изделие. Черного цвета или темно-синего. Мне вот это будет темно вязать тяжело. Вот это вот. Ну, хотя оно с люрексом, я думаю, что люрекс будет мне давать все-таки такой немножечко как бы приятность. Но вот это изделие, я думаю, что тоже будет вязать тяжеловато в темное время суток. Тем более оно бархатное. Оно прямо с бархата. Поэтому, да, возможно. Ну, раньше я темные изделия по вечерам старалась не вязать. Но сейчас не вариант. Вяжу и темные изделия, и разные-разные. Упс. Я тут вас пошибала. Ноги-то длинные отрастила. Ха-ха. Татьяна Кузнецова. А есть ли обработку сделать горловины другим цветом, который идет вам? Нет, нет. Там серый цвет. Платье такое достаточно строгое. Ну, хоть оно и в пол, оно нарядное, строгое. Ну, недостаточно торжественное для данного мероприятия. И если я просто отделаю горловину, нет, не хочу, не люблю. Спасибо большое, Татьяна, спасибо. Ирина Чумакова. Ты-ка вторник не один. Ну, да. Ирина Архипова. Хочу обработку V-образной горловины. Обработка V-образной горловины у меня есть большое видео, очень удобное. Она же по-разному делается. То есть, тоже на уроке, наверное, не вариант. Это надо попетельно показывать. На уроке вязать попетельно в прямом эфире вам будет скучно. То есть, я же не смогу поставить на паузу, провязать там какой-то, ну, там, 50 петель просто там резинка один на один, да. И потом опять включиться, вот этот момент показать, да. Потом опять выкручиться, как мы делаем это в видео. А в прямых эфирах это вы сейчас будете просто смотреть, как вяжут мои руки. И все. Пользы не будет от этого урока. Ольга Николаева. На уроке показать, как вязать карманы различные, в том числе карман кенгуру. Это тоже надо все, девочки, попетельно показывать. Уроки у нас, наверное, больше по расчетам, больше по логике, больше по визуалу, больше по анализу. Потому что все, что связано с вязаниями руками, это все делается долго. Видео снимаются порой несколько дней. А вам показывается, получается, отрывок всего, например, в час. А вы знаете, что для того, чтобы час вам отснять вот это видео попетельное, мастер, не мастер, а блогер тратит порой 3-4 дня. Порой месяцы вяжет изделие, а потом в час умещает вам в попетельный мастер-класс. То есть, а здесь не вариант, не вариант. Попетельный мастер-класс в уроке, наверное, не будет. Скорее всего, надо что-то расчетное придумать. Наталья Звонова, может, про разные виды реглана? А у меня вид реглана один. Обычный вид реглана. Расчетный. Расчетный на вашу фигуру. Ничего другого быть не может. Он один. Татьяна Кудряшова, а если во вторник про выточки? Выточки, надо подумать. Выточки. То есть, про рассеянную выточку есть, конечно, у меня. Про выточку хорошая тема. Можно поговорить про рассеянные выточки, плюс про выточки обычные, плюс про выточки на сутулости, плюс по выточке условно вот сюда, вот на добавление оката рукава в реглане. Ну, в общем, можно подумать о чем-либо, поговорить. Спасибо. Лена Шибаева. А длина кокетки регланной линии? Реглан в час мы, наверное, не уместимся, тем более по реглану будет совместный проект. По реглану, наверное, уроки пока снимать не буду. Длина кокетки. Это быстро. Длина кокетки замеряется у вас по телу. Какое изделие по ширине вы хотите, и какая вот у вас, какую вы хотите пройму сделать, вот такая у вас будет длина кокетки до проймы. Все. Про выточки, Надежда Сытник. Ирина Николаева. Оля, я смотрю сейчас пряжу на паутинку внучки. Есть махер на шелке, а есть суперкидмахер на шелке. Вторая мягче не колется. Суперкидмахер, он будет мягче, намного мягче. Махер на шелке может покалывать, кидмахер покалывать не должен, вообще не должен. Знаете, немножечко есть, может быть, ощущение пуха, потому что пух, он все-таки очень длинный, и его можно ощущать, но он не раздражает. Ни одна пряжа на шелке кидмахер, как бы сказать, раздражение на шею, ну, во всяком случае, у меня и у тех людей, кому я вязала, не вызывает. Все равно вы ее будете носить не на тело, а на водолазку, либо на майку, либо на футболку, на что-то, потому что это же голое полотно, это дырявое полотно, да, все тело просвечивает, и какая бы маленькая внучка ни была, все равно вы внутрь что-то наденете на нее, поэтому я думаю, что колодца не будет. Махер колодца может. Кидмахер? Нет, суперкидмахер точно не должен. Если, ну, все, не должен. Ирина Архипова. Вытачки – это для меня пока космос. То есть вы хотите вытачки. Подумаю. Ирина Химия. Можно еще включить фонарик на телефоне? Заряд. А, нет, фонарик не могу включить, у меня на нем будет навигатор и антирадар. У меня телефон во время поездок занят. Надежда Сытник. И для меня вытачки. Оу. Ну что, будем разбираться во вторник про вытачки? Вытачки. Ну, ладно. Я подумаю, девчонки. Я, да, я, наверное, напишу немножечко. Мне надо написать, проговорить все, что я вам хочу рассказать в видео, наверное. Хотя ни одного урока я еще не записывала, даже никакого плана, и вообще все шло из головы. А в вытачках боюсь, что... Ну, хотя, в принципе, опять, да, как в прошлый раз, прилечу с работы и начну. Мастер ОТК. Отдел технического контроля? Нет, наверное, нет. Там технический контроль немножечко другим занимается. Организатор? Нет, Ирина у нас не организатор. Ирина у нас... Хранитель порядка. Хранитель непорядка. Организатор? Хранитель размеренной жизни. Или организатор размеренной жизни. Вот тогда да. Ну, Ирина, ладно, мы же вам это... Сейчас же классную мы делаем прям. Мне очень нравится. Вы обижаетесь, да, Ирина? Не обижайтесь. Мы же это... Наоборот, должность придумываем. Нет. Веселитесь? Ну да. Нет, мы не то, что веселимся, мы придаем вам значимость, потому что вы наша умничка. Вот я как хочу сказать. Татьяна Купленова. Оля, вы не вязали ирландский погон? Я первый раз про него слышу. Наталья Паина. А давайте поговорим про погоны. Не реглан, а просто погон. Давайте. Ну, давайте просто про погон. Погон. У меня есть видео про погон. Про реглан погон. Я сама его попробовала изучить, эту тему. Сама попробовала построить свою логику мышления по поводу погона. Я думаю, я в ней разобралась. Я связала изделие. Мне понравилось. Давайте. Поговорим про погон. Про погон или про выточки. Голосуем. А может быть, вы еще какую-то тему подкинете. Марина Григорьева. Оля, торшерчик у вас далеко? Выбираю как раз. Да, он у меня в другой комнате. Я сейчас за ним не побегу. У меня знаете, какой торшер? У меня торшер двойной. То есть у меня на ножке, на белой высокой ножке, стоит плафон такой... Есть цилиндр круглый, а есть эта пирамида, да, по-моему. Забыл, как называется это. Вот такой вот. Вот такой вот торшер круглый. И он светит рассеянным светом вверх. То есть вот наверху, то есть у меня длинный ствол. На стволу такой торшер в виде конуса. Конус? Пирамида? Нет, пирамида, она вот так вот. А это, блин, забыла. Обалдеть. Двойку мне надо поставить вообще. Какой я инженер? Забыла слово. Ладно. В общем, поняли, да? Вот такой торшер. Там яркая лампа, и она горит в свет. И свет рассеивается по всей комнате. И к этому вот этому прицеплена еще вот такая вот тыдыдыдыдын, такая дуга, которая гнется во все стороны. И на ней торшерчик такой уже кругленький. И светит она уже вот прям в ту область, которую ее ставишь. На них два перевыключателя. Выключатель верхней лампочки отдельно. Выключатель или включатель нижней лампочки отдельно. То есть я сижу, у меня теперь классное кресло есть с задранными ногами. То есть такое эргономичное, чтобы ножки мои не болели. Опять с заботой мужа. Вот. И я сижу на этом кресле. Слева от меня этот торшер. У меня там такой домик получился в зале. Так уютно, невероятно. И вот этот торшер вверх светит всегда. То есть я сразу сажусь или ложусь в это кресло. Оно как у меня, как типа кушетки раздвинуто всегда. И получается я ложусь на это кресло. Включаю торшер верхний обязательно. Если у меня яркая пряжа или мне не хватает света, включаю еще и вот эту подсветку дополнительно сюда. И у меня освещается все. Мне можно взять любого цвета в любое время дня и ночи. Я и днем включаю порой эту лампочку, когда мне темно и мне не видно, что я вижу. В общем, идеально. То есть вот ствол на конце лампочка и здесь еще веточка. И на веточке еще одна лампочка. Вот такую рекомендую. Эту лампочку на веточке вы можете вверх поднять и назад загнуть, и вперед загнуть, и вниз загнуть, куда хотите. И передвинуть ее по этой веточке немножечко, не сильно вниз, но есть там немножечко запас вверх-вниз. В общем, классный, классный торшер. Пока он у меня далеко, показать не могу. Татьяна Воробьева. А я из темной пряжи, когда вяжу на колене белую бумагу. Лучше видно. Ну, тоже супер. Людмила Семисонова. Оля, спасибо за ответ. Да не за что. Ирина Соколова. Плечо-погон для летних футболок. Погон. Выточки-погон. Погон-выточки. Татьяна Кузнецова. Смещенный реглан во вторник. Смещенный реглан не хочу, Тань. Я его не люблю, поэтому не хочу. Мир-миру. Как правильно рассчитать воротник кардигана? Какой воротник? Воротник может быть любой. У кардигана воротник может быть шалевый. Воротник может быть обычный. Воротник может быть да какой угодно. Не какой угодно, но много видов. Поэтому какой именно вид будем рассматривать? Татьяна Брынцева. А может можно про капюшон? А что там про капюшон непонятного? Я капюшон вяжу, прямоугольник. Начинаю вот отсюда сверху, вот с этой линии. Потом вяжу вот так в круговую, без шва сзади. Здесь у меня шва не видно, и там не видно. Я вяжу такой прямоугольник. Немножечко вот здесь вот его делаю. Как бы, знаете, возьмите какое-нибудь шитое изделие с воротником. И вот на фоне него посмотрите, как здесь ложатся прибавки. Вернее, да, здесь идут прибавки. Дальше у нас идет прямо, и внизу у нас идут убавки по шее. Вот воротник весь. Капюшон. Ну, это моя версия капюшона. Я сейчас напишу капюшон, но... Что там у нас смотреть-то? А детский капюшон вообще вижу просто прямоугольник. Потом вот этот отгибаю, здесь эту сторону получается красиво. Ирина Химей. Вертикальная выточка тоже. А, вертикальная выточка, да. Выточки, значит, типы вида выточек. У нас же теоретические уроки, да? Типы выточек. Это горизонтальная, направленная, напишу ее. Это выточка у нас рассеянная. Вертикальная. Она в ажуре хорошо ложится, вертикальная выточка. И выточка по низу изделия. Изделие. Это я уже как бы себе план, видите, вот сразу пишу план, что я вам буду говорить. Да, давайте все-таки, наверное, выточку, да, наверное, больших людей она интересует. А на следующий вторник, а следующий вторник я буду не дома. Я не знаю, какой там будет Wi-Fi. Поживем? Увидим. Но уроки, наверное, прекращать не будем. Посмотрим. Или взять себе отпуск полный. Не подумаю. Татьяна Воробьева. Очень хотелось бы закрыть эти петель разными способами. После, например, разных узоров. Вот вяжу, вяжу, а как к закрытию подхожу ступор? Может, не у меня одна проблема для вторника? Ой, Татьяна, эта тема не подойдет для вторника. Объясню, почему. Смотрите, узоров просто миллионы, да, ну, миллионы, наверное, разных узоров. Виды закрытия для разных узоров, для всех узоров я не смогу даже теоретически объяснить. Какой-то узор нужно закрывать итальянским набором. Ну, имитация итальянского набора, да, через полую резинку выходить. Какие-то узоры хорошо закрывать просто протяжкой. Какие-то узоры имитации набора длинный хвост. То есть узоров море. И каждый раз мы все с вами не охватим. Это такая творческая как раз-таки работа. Работа индивидуальная каждого, именно того человека, который вяжет изделие. И когда вы подходите к закрытию, вы подходите, и у вас появляется ступор. Вот здесь я могу вам ай-яй-яй немножечко сделать. Потому что к ступору вы должны подойти тогда, когда вы вяжете образец. Вот вы вяжете образец, вы должны попробовать все прибавки на нем. Разные виды прибавок, какие будут лучше смотреться, выбрать нужный и потом вязать. То же самое и с закрытием. Если вы не знаете, какое вы закрытие будете делать на данном узоре, то вы на образце попробуйте разные закрытия петель, а потом выберите, какой вам нужен. Вот и все. А разбирать это на уроке просто не получится. Это каждый должен решать именно на образце, если ему это нужно. Вот. Поэтому здесь мы... Даже знаете, здесь все зависит от пряжи. Например, итальянский набор. Сейчас у меня, наверное, нет изделий. То есть итальянский набор, имитация, закрытие ряда, имитирующий итальянский набор, не на всех пряжах идеально лежит. Не на всех. Далеко не на всех. Вот на этой паутинке итальянский набор будет так себе история. Вообще так себе история, потому что он будет очень неказистый. Пряжа сама по себе очень легкая, очень неплотная, воздушная. И вот этот здесь идеально смотрится, на мой взгляд, на мой взгляд, идеально смотрится набор длинный хвост, а не итальянский. Не итальянский. Не итальянский набор. И вот закрытие. У меня по резинке идет закрытие иглой, имитация набора длинный хвост. Великолепно смотрится. Сколько бы я не пыталась сюда встроить итальянский набор, вообще дрянь. А какой узор? Резинка один на один. А вроде бы на любую пружинистую пряжу, вот на пружинистую пряжу, итальянский набор будет смотреться неплохо. А сюда ни в коем случае. То есть видите, здесь даже от пряжи зависит. Не только от узора. То есть видите, насколько много нюансов, и сейф учесть просто невозможно. Это индивидуальная работа. Татьяна Кузнецова. Расчет круглой кокетки. Резинка. Ну, в принципе, круглую кокетку тоже можно взять. Круглую кокетку, как делать теоретический расчет. Понятно, что потом каждый под себя это будет подделывать, потому что круглая кокетка, во-первых, ее очень много видов есть. Ее очень по-разному можно выполнить. И, кстати, я тоже выполняю разными методами ее. Ну, я ее редко выполняю. Вообще, круглую кокетку не люблю, вы знаете, да? Но методов много. Какой-то один попробовать? Ну, можно. Я подумаю. Подумаю. Спасибо. Может быть, не в этот вторник, но я подумаю. Татьяна Шахматова. А есть ли во вторник про укороченные ряды, и на какой пряже, каким способом их вязать? Ваши рекомендации? То же самое, Татьяна. Сколько пряжи на свете? Великое множество. Оля Курунова не пробовала даже одну десятую всех пряж. Как я могу рассуждать, на какой пряже какие укороченные ряды подойдут? Опять-таки, образец вам в помощь. И на образце проверяйте, какой укорочен, каким способом делать поворотную петлю в укороченном ряду именно на этой пряже, если вы планируете такие ряды стравить. Поэтому здесь тоже мы все с вами не охватим. Не вариант. Людмила Семисонова. За вхоз. Он за все в ответе, в том числе и за чистоту. Это мы, Ирочке Химе, еще придумываем варианты. Ирина Химеев. Да не мне, мы просто визуализируем Круновск. Ольга Салтыкова. Выточки. Ирина Архипова. Погон. Марина Калинина. Погон. Надежда. Выточки. Нина Погон. Елена Тараскина. Привет всем из Подмосковья. Город Озер и глазу из-за выточки для больших размеров. Так. А ведь я сейчас... Сейчас мы с вами будем экспериментировать. О! Я сейчас сделаю опрос. Тема опроса. Так. Какую тему взять для следующего урока? Чего? Урока. Сейчас вы все проголосуете, девочки. Так что кто у нас сегодня... Какую тему взять до следующего урока? Так. Сейчас 5 сек. Далее. Варианты ответа, наверное, должны быть, да? Так. Варианты ответов. Первый. Выточки. Далее. Второй, значит, у нас погон. Так. Добавить варианты. Третий вариант. Кокетка. Расчет кокетки. Кокетки. Это у меня телефон. Готово. Так. Варианты ответов. Выточки, погон, расчет кокетки. Все. Вот вам. Вот вам. Я вам сделала. Попробовала. Первый раз в жизни. Опрос. Я вижу, что вы по ходу голосуете. Ну, мы посмотрим в конце эфира, на что вы наголосовали. Поэтому голосуйте, девочки. У нас есть опрос. Каждого прошу проголосовать. Какую тему взять для следующего эфира. Татьяна Шерстнева. Тань, привет. Добрый вечер. Такие торшели были в Икеа. У меня тоже такой. Я выписала на Вайлберрис. Я такой торшер выписала не так давно на Вайлберрис. Классный. Да, классный. Марина Калинина. Если можно, покажите ваше рабочее место, чтобы мы могли также организовать себе. Вы имеете в виду мое кресло, мой торшер. У меня такой уголок получился. У меня слева получается окно, сзади стена. Мое кресло. Оно складывается. То есть это кресло-кровать условно. Оно скромное такое, как это, стиль лофт, по-моему. Современный стиль. Вообще на железных ножках, так сказать. Простое скромное кресло. Не скромное по цене, но скромное кресло. И оно может стать просто креслом. У меня оно креслом вообще не стоит никогда. Ну, я думаю, что когда, может быть, гости к нам в гости придут. Хотя тоже не вариант. По-моему, оно у меня как будет разложено, так и разложено. В общем-то, кресло, которое в три положения раскладывается. И все. А с этой стороны у меня стол. Стол-тумба. Память от бабушки достался. Поэтому не могу его выкинуть и никуда деть. Да, напоминает мне бабушку. И на этом столе лежат два огромных цветка. А дальше пошел диван. Угловой диван. Там, получается, живет сейчас Саша. И у меня, получается, такая микрозона, отделенная от дивана столом с высокими цветами. Я туда, можно сказать, вот так вот через щелочку только что-то вижу. А здесь микрозона со своим освещением, со своим окном, со своим креслом. Вообще прям суперский. Ладно, я как-нибудь покажу, девчонки, в каком-нибудь влоге. Покажу и расскажу вам про свое. Надо порядок в доме навести, чтобы вас туда пригласить. Потому что кавардак кругом не успевает ничего. Маргарита Астахова. Добрый вечер. Ирина Химей. Капюшон есть в ваших худи? Да, есть и в худи капюшон, есть капюшон. И в... В бомберах. Бомбер я делала мужской, бомбер женский, в худи. То есть три раза я уже мастер-классы показывала по капюшонам. Лена из Дортмунда. На несколько вторников темы накидали, только осталось определиться, какой вторник, какая тема. Мы сейчас голосуем за вторник 10 сентября. Татьяна Брынцева. Да, теоретически вроде понимаю, а практически вязала комбез внуку и вот как-то прям замучилась с этими расчетами в капюшоне. А так тоже голосую за выточки. Ну, в общем, голосуйте, девчонки. Вот вас 101 человека проголосовали 55. Еще 50 человек должны проголосовать за тему следующего эфира. Татьяна Кузнецова. Учителям тоже надо отдыхать, так что вторник можно и пропустить. Посмотрю. В общем, либо 10, либо 17 какой-нибудь. Нет, 10 точно не пропускаю. 17 могу пропустить. А потом мы... А потом, девочки, 24 меня точно пропустится в вторник, потому что я буду в дороге. Да, 24 я буду... Хотя, может, я уже успею домой приехать. Не факт. Девочки, посмотрим. Давайте жить недельку всего. Потом дальше будем строить планы на следующую недельку. Пока 10 планирую сделать вторник, уроковый вторник. Анна Коробенникова. Обычный фонарь можно закрепить у подголовника кресло на ремне безопасности на дверце. Наверняка муж найдет варианты. Главное, чтобы свет не мешал водителю. Да, главное, чтобы свет не раздражал водительские глаза. Главное, чтобы не пугать тех водителей, которые едут навстречу. Они могут растеряться, увидеть свет в машине и сделать неадекватные действия. Это тоже опасно. Надо здесь очень много нюансов соблюсти, чтобы не допустить каких-то неадекватных действий. Ирина Химия. Конечно, нужно взять отпуск полностью и перезарядиться. Не нужно себя загонять. Лена из Дортмунда. Оля, отпуск дается для того, чтобы отдохнуть, отключиться от повседневной жизни. Я думаю, не только я, но и остальные согласны подождать. А после отпуска в бой. Спасибо. Лена Шибаева. Олечка, сделайте себе выходной, мы подождем. Спасибо, девчонки. Ольга Тагильцева. Я тоже за полный отпуск. Уделите время мужу. Мужу я время точно делю. В этом отпуске муж не останется незамеченным. Ты опять хромаешь? Наверное, придется рентген делать. Уже и к врачу ходили. Врач сказал, ничего страшного. Но что-то моя клякса похрамывает. Глазит везде, как полазучка. Наша кошка вообще наша. Вот клякс, она и есть клякс. Ирина Химий. Можно подумать последний вторник. Ну да, да. Так, Нина Шелкова. Как, Оля, вам удобно? Спасибо. Маргарита, круглую кокетку. Голосуем, девочки, голосуем. Голосование я уже запустила. Первый раз в жизни, между прочим. Анна Коробейникова. И я за отпуск. Время для поиска ресурсов. Нам тоже каникулы не повредят. Ну да, и вы передохнете от меня. Ирина Химий. На один выточки, а на другой погон. А потом кокетка. Выточки, погон, кокетка. Короче, пока голосуем за первый. Какой будет первый? Татьяна Воробьева. Спасибо, Оля. Вы правильно ответили про закрытие. Я что-то даже не додумалась до этого. Умничка. Пожалуйста. Надежда Сытник. Выточки, выточки. Девчонки пишут выточки. Погон, два выточки, погон. Девчонки, голосуем, голосуем. Именно в голосовании. Так. Я вас читаю, девчонки. Просто сейчас не читаю слух. Потому что там выточки, погон, погон, выточки. Ольга Салтыкова. Может, в будущем рассмотрим японское плечо? Японское плечо вяжется снизу вверх, а японское плечо вяжется сверху вниз. Есть две разных техники вязания японского плеча. Первая техника немножко логикой своей подходит под погон. Под погон, ну, логика построения походит. Понятно, что это совсем другая конструкция, но логика построения одинаковая. А снизу вверх вообще там... Ну, я посмотрю. Так, японское плечо. Может быть, даже разберем сразу две техники. Хотя там японское плечо можно же еще и... Ну, в общем, ладно. Разные техники напишу. Спасибо, девчонки. Я просто на будущее же... Это же, как девчонки говорят, не последний вторник, да? То есть я буду понимать, что вам интересно, и буду планировать, что на уроке вставлять. Наталья Шилова. Добрый вечер. Интересно вас слушать. Сочусь. Спасибо большое. Так, круглая кокетка. Где голосование? А голосование вот здесь вот вывод прямо вот написано. Какую тему взять до следующего эфира? И вот такое голосование. Нажимаете туда и голосуете. Внизу, вот в самих комментариях, в самом низу, есть такое голосование. И когда вы нажмете на это голосование, у вас пишется опрос. Вот таким вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Вот у вас идут комментарии. И внизу у вас вот здесь вот внизу есть опрос. Вы на него вот так нажимаете. И вот у вас вот такая высвечивается тема опроса. Какую тему взять для следующего урока? Выточки, погон или расчет кокетки? Вот нажимаете один из трех вариантов. И когда нажмете, значит, вы проголосовали. Вот. Где голосование? Первый раз я делаю, поэтому тоже не больно-то понимаю. Картинку нужно поменять, пишет Маргарита Астахова. Это полезно. Это я про отпуск. Да, подумаю, девчонки, может придется немножечко вас вычеркнуть из своей жизни на время отпуска. Возможно, потому что действительно сильная усталость чувствуется. И нужно немножечко релакса, расслабона и перезагрузки. Посмотрю. Эфиры. Ну, короче, все будет, вы будете видеть. Если есть эфир, значит, он будет. Если посмотрели, ага, эфира нет, значит, Оля ушла в отпуск. Вот как-то так. Давайте сделаем, и я прям в последний день буду думать, делать или не делать. Надежда Сытник. Зима впереди, все разберем. Да, а потом же осень. Сейчас же уже наступает осень, время повязать все огороды, сады. Все уберут, у кого это есть, да, заготовки наделают, кто делает заготовки. А потом мы с вами, конечно, все разберем. У нас еще столько времени впереди, надеюсь. Ну, жизнь, конечно, она такая штука, и человек внезапно смертен бывает. Ну, не будем сейчас о грустном. Все будет у нас хорошо. Все, Татьяна нашла отлично. Ольга Кувшинова, отдохните. Мы пересмотрим ваши старые видеоролики. Все время уделить семье. Спасибо большое, девочки, за понимание. Ирина Химия, не вычеркнуть, а отодвинуть. Отодвинуть, да, вас. Да, из вас из жизни я не вычеркну. Вы у меня теперь прям вот моя банда любимая, которая вот всегда со мной. Мне очень приятно. Я вас чувствую, девочки, наверное, на расстоянии. Может быть, это просто вот в мозгах где-то, но все равно. Ты чувствуешь, что за тобой идет... Как это сказать? Что за тобой стоят люди. За тобой стоит команда. То есть я не одна. И я это очень сильно ощущаю. Как бы это сейчас пафосно не звучало, как бы это, наверное, на камеру не звучало, но это на самом деле так. Ирина Химия. Ну, я же за порядок. Да, да, Ирочка, да, да. Ты за порядок, да. Так, ну все, я все комментарии прочитала. Отряд вязальщиц. Мы тоже ждем вторников и четвергов, пишет Марина Калинина. Надежда Сытник пишет. Отряд вязальщиц. Это уже не отряд, это банда. Банда. А, девчонки, я вам еще что-то не показала. Вы знаете, я тут как-то смотрела Олега Островского. Кстати, вы смотрите Олега Островского. Я иногда попадаю на его видео, у меня так интересно. И вообще, мне вообще интересно, когда мужчины вяжут. Это для меня что-то такое прикольное. Хотя, ну, почему бы, да, я же вожу машину, да, женщина. Почему мужчинам не вязать? Ну, просто для меня это очень интересно. И я тут смотрела канал Олега Островского и увидела, как он хранит крючки. Он мне такую идею дал. Я сразу пошла на Вайлдберрис и сразу заказала. То есть есть специальные чехлы для крючков, но они меня как-то не устраивали. Я заказала детский пенал. Детский пенал вот такой вот с этими садуванчиками. Мне так он понравился. Life, T, Moment. Живи в моменте, наверное, да? Жизнь в моменте, живи в моменте. Не знаю, как переводится, надо перевести. Вот такой вот обычный. Знаете, какой классный? Открываешь, а тут вуаля, и спицы. Вот этой фирмы спицы. Ой, крючки, вот они у меня здесь вставлены. Прикольно, мне так понравилось. Новенький, стоит всего 190 рублей вот этот вот пенальчик. Вообще ни о чем. Можно выбрать любой рисунок. Вот старенькие мои. А, это спицы вылетели, да? Вот такие вот старенькие мои крючки, которыми я тоже пользуюсь. И короткие спицы, которыми иногда я... А что я ими вяжу? А, я ими иногда вяжу... Кстати, где вторая спица? Вот они. Вот этими короткими спицами я иногда вяжу шнурки. Нет, не шнурки. Что я вру? Спицы 2,5. Что-то я ими вяжу. Они мне так нравились. Не помню. Вот, представляете, давно, значит, не вязала. Но когда буду вязать, покажу вам. Вот, и здесь вторые крючки мои все старенькие. Здесь еще столько может поместиться. Класс. Так что вот, учимся друг у друга. Всему самому дельному. И вот такой недорогой чехольчик. А чехол такой для крючков будет стоить рублей 600. Я считаю, что хорошее экономивание. Отпуск это святое, пишет Ольга Салтыкова. Это точно. Нина Шелкова. Оля, ваши ощущения не обманывает. Спасибо. Лена из Дортмунда. Оля, спасибо за эфир. Надеюсь, успеешь довязать и хватит ниточек. О, я сама. Лишь бы ниточек хватило. Там посмотрим. Татьяна Кутакова. А я тоже смотрю Олега Островского. Я и Андрея Курочкина смотрю. Мне тоже для эфира и Андрея Курочкина смотрю. Мне нравится. Сегодня смотрела, вчерашний эфир. Смотрела я его в перерыв сегодня. Аленка Овчинникова. Добрый вечер, Оля и все девочки. Первый раз на эфире, хотя смотрю регулярно. Хотелось поблагодарить, сейчас, секунду, за такой труд тебя, Оля. И думаю, что отпуск нужен для тебя в первую очередь, чтобы отдохнула. Отвлеклась от всяких мыслей и дум. Ну и, конечно же, напитавшись отдыхом, вернулась к нам в строй с обновленными мыслями и неиссякаемым творческим вдохновением. Во как сказала. Спасибо большое. Спасибо. Поддумаю. Классная идея. Лена из Дортмунда. Типа, живи каждую секунду. Момент. Ага, живи, живи каждую секунду. Что я и делаю. Что я и делаю. Лена из Дортмунда. Так, я уже записала. Прочитала. Татьяна Дмитриева. А для спиц я использую пенал для кисти художника. У меня у сына после художественной школы остался. Супер. Ирина Архипова. Здорово. Как всегда, спасибо. Хорошего отдыха. Спасибо большое, девчонки. Я вижу, что вы мне спокойной ночи желаете. Ну что, посмотрим, какую тему взять для следующего эфира. И посмотрим. Так, а как мне теперь посмотреть? Мне надо, наверное, самой проголосовать. Тогда я увижу, какую тему. Давайте я за выточки голосую. Ага, 53%, то есть 29 человек проголосовали, всего 55 человек. Ну что, как мало, девочки. Почему как мало проголосовали? 54%, то есть 30 человек проголосовали за выточки, за погон проголосовали 17 человек, за кокетку проголосовали 9 человек. Отсюда, какой мы делаем выход, вывод, уже 54%. Мы делаем вывод, что в первый вторник, какой бы он ни был, он может быть 10 числа, он может быть 17 числа, 24, он, наверное, не будет. Он может 1 октября быть. В общем, какой первый эфир будет, на том эфире мы будем разговаривать с вами про выточки на уроке. Потом мы будем разговаривать про погон, а потом мы будем разговаривать про кокетку. На три следующих урока тема у нас забита. Согласны со мной? Вот думаю, что да. За погон уже даже 18 человек проголосовало, увидело в последний момент. 30 за выточки, 18 за погон и 9 за кокетки. Все нормально. 53%, 32 и 16. Ну супер. Ну что, мои дорогие друзья, я, наверное, пойду, да, я пойду. Вязать. А вам я желаю всего самого-самого доброго, спокойного, мирного, умиротворенного, уравновешенного. Ничего мне не хватает, да. И пусть у вас все будет хорошо. А самое главное, огромного вам здоровья. Берегите себя и свои семьи. Ну а я с вами буду прощаться. Спасибо вам большое за эфир и всего вам хорошего. Пока-пока. Пока, мои дорогие. Продолжение следует...